Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня вместе с вами будем рассказывать первую порцию секретов, которые имеются во время празднования 20-х годовщины. Для начала нам, конечно, нужно же телепортироваться в зону проведения праздника, в Танарис. Мы уже привыкли к этому месту, годовщина уже идёт несколько дней. Берём первый квест в Дринейке, сдаём, открываем наши макросы, вводим превосходнейший макрос на то, чтобы отобразить координаты. И с помощью идола Анары нам нужно найти 4 предмета. Эти 4 предмета спрятаны в некоторых местах, и они подсвечиваются оранжевой рамкой. Кликаем по ним, и после того, как мы кликаем по этим оранжевым предметам, наша полоска прогресса задания увеличивается на 25%. Первый предмет — это бумажка. Бумажка прикреплена к стенке палатки. Второй предмет — рыжие волосы. Находится между палаток, за этой палаткой, совсем рядом. Третий предмет — не совсем предмет, это моб, с которым нам нужно поговорить. Далее мы летим подальше, в зоне модной лихорадки. Там будет находиться четвертый предмет, который мы используем. После использования странного факела летим сдавать задание. Берём новое и летим далеко-далеко-далеко. После того, как мы сдали квест после огромного полёта, берём новый и аккуратно следуем за мобцом. Если отойдём далеко, то, возможно, квест не завершится и нужно будет взять его по-новой. То есть, если что-то пошло не так, отменили задание, взяли по-новой. Поэтому не торопимся, квест засчитается на жаровню. Используя факел пирета, мы должны будем найти четыре предмета. Первый предмет, которому я полетел, — это алмазный глаз. Он будет находиться в головёшке статуи. Подходим, подсвечиваем один глазик и забираем другой. После этого я полетел убивать мобца. Моб вылазит, убиваем его, лутаем, вылутываем второй предмет. Третий предмет находится в запертом сундуке. Для того, чтобы он потерял свой статус «заперто», нам нужно подсветить его факелом. После этого открываем сундук, вылутываем третий предмет. Четвёртый предмет лутается подобным образом, как и второй. Активируем моба, убиваем моба, лутаем моба. И летим сдавать задание. Принимаем новое задание, в результате которого нам дадут очёчки. Жмём Extra Button, вписываем в макрос новые координаты. И нам нужно пройтись по трем точкам. Делается это прямо в зоне празднования праздника. Поэтому особо нам и не нужно далеко летать. Используя очёчки, посетили три точки. Сдали задание. Взяли новое. Купили нужный предмет. Про юзали, сдали задание. И пока что на этом всё. Задания кончаются. Помимо заданий появились ящики, которые разбросаны по разным локациям. Первая локация, которую можно посетить, это пустоши. В пустошах находится сундучок. И чтобы его лутануть, нужно быть духом. Взлетаем, умираем, лутаем. Далее мы сдаём этот ящик на зону празднования. Там мы получим два жетончика за этот сданный ящик. Жетоны нам нужны для покупки сета, маунта, питомца. Второй ящик находится в ракушке. Ракушка находится в зандаларе. Будет идеально, если у вас имеется телепорт к подземелью. Например, от Алдазар или Гробницы Королей. После телепортации или после того, как вы попали в этот зандалар, плывём к этой ракушке. Внизу будет бар. Там мы покупаем предмет под названием Копатель Моллюсков. Этот Копатель Моллюсков мы предлагаем ракушке. Ракушка открывается, и мы вылутываем этот ящик. Возвращаемся в зону празднования годовщины. Сдаём ящики, вылутываем жетончики. И, возможно, вам хватит, как и мне, жетонов для покупки первого сетика. Если же вам не хватило жетонов, то не стоит отчаиваться. Скоро новая неделя. К тому же в эту новую неделю нереально повышено получение бронзовых монеток. То есть эти жетоны для покупки трансмога, маунтов, питомцев мы будем вылутывать в ещё большем объёме. К примеру, ранее за убийство ансурек мы получали 3 жетончика раз в неделю. А теперь мы будем вылутывать 15. То есть все получат свой сет. И не один, а несколько штук. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.